Здравствуйте! На прошлом уроке мы подробно, большим образом, рассмотрели с вами, как, каким образом производится запись о материнстве и отцовстве. Единственный момент, на который мне бы еще хотелось обратить внимание, возвращаясь к теме предыдущего урока, это то, что если мужчина, лицо, записываясь отцом ребенка на момент, давая согласие, вернее, на то, чтобы он был записан отцом ребенка, в этот момент с достоверностью знал, что не он является отцом ребенка, а просто вот он, как бы, производит эту запись с его собственным согласием, то в дальнейшем, оспаривая запись об отцовстве, он не вправе в судебном порядке, вот в судебном заседании ссылаться вот на это, как на доказательство, поскольку он изначально знал, на что шел, как говорится, и здесь он не имеет права на этот довод ссылаться. Он имеет право ссылаться на другие доводы, имеет право оспаривать эту запись, если при определенных обстоятельствах он ссылаться на это, как на довод, он не имеет права. Точно так же, как и родители, которые, значит, супруги, вернее, которые дали свое согласие на искусственное оплодотворение, они, давая это согласие, изначально подписывают такое заявление, что мы не возражаем, чтобы было произведено это искусственное оплодотворение. В дальнейшем, если они подают иски об оспаривании записи материнства или отцовства, они вот на этот довод, как бы на это обстоятельство, тоже не вправе ссылаться, в законе на это есть прямое указание, поскольку уж, как говорится, изначально, если ты на это согласился, если ты дал на это свое добровольное согласие, то в дальнейшем ты не можешь говорить о том, что вот это было моим, как бы, заблуждением. Поэтому, давая такое согласие, вступая на такой путь, и в том, и в другом случае, надо изначально продумать и знать то, что это доводом потом в дальнейшем суде, то, что вы знали и все-таки сделали это в дальнейшем, такой довод вами не может быть приведен. Значит, сегодня мы поговорили о том, как происходит запись родителей ребенка, каким образом она производится. Вот родился ребенок, произвели эту запись одним из тех путей, о которых мы говорили на предыдущем уроке, и ребенок вот у нас растет. Ребенок имеет определенные права в семье, и я обращаю ваше внимание, что в законе написано именно права несовершеннолетних, и не говорится о правах обязанностей, потому что, когда мы будем говорить о родителях, мы будем говорить о правах обязанностей, то здесь говорится только о правах. Следовательно, ребенок, по нашему законодательству, имеет права, и, в общем-то, не имеет обязанностей, и это прямо записано в законе. Прежде чем говорить о ребенке, давайте мы с вами определимся, кто же у нас является, по нашему законодательству, признается ребенком. Ребенком признается лицо, не достигшее возраста 18 лет, то есть совершеннолетие. Понятно, что для родителей ребенок остается для нормальных, я имею в виду родителей, для тех, которые желают рождения своего ребенка, любят его всю оставшуюся жизнь до самой смерти. Ребенок остается действительно для них ребенком до самой смерти. Однако мы говорим о правовом аспекте этого факта, поэтому законодатель устанавливает, что ребенком у нас признается ребенок от рождения, от момента рождения и до момента его совершеннолетия. Совершеннолетие, вы знаете, установлено у нас 18 лет, это установлено не семейным кодексом, это установлено гражданским кодексом. Предполагается, что к этому времени человек в достаточной степени достиг своего развития таким образом, что он может понимать значение своих действий и руководить ими, то есть достигает полной дееспособности, а также он достигает полной правоспособности, то есть может совершать действия, которые могут порождать различные права и обязанности. К этому моменту уже, как правило, ребенок заканчивает школу и уже имеет возможность и трудиться, иметь самостоятельный материальный заработок. То есть с этого момента сказать, приказать, заставить своему ребенку, вы уже ничего не вправе, поскольку он в полной мере становится самостоятельной личностью. Поэтому, когда мы будем с вами говорить о правах несовершеннолетних детей, мы именно будем с вами говорить о тех детях, которые не достигли совершеннолетнего возраста. Все, что после 18-ти, это уже отношения, которые семейным кодексом не регулируются. В этой области регулируются только те отношения, которые до тех пор, пока ребенок не достиг 18-летнего возраста. Надо сказать о том, что Россия является участницей Конвенции Организации Объединенных Наций о правах ребенка. И в том случае, если российское законодательство, мы с вами тоже в первой лекции об этом говорили, если российское законодательство противоречит нормам международного права, то применяется норма международного права. Что касается прав ребенка, то в первую очередь, если в нашем законе отсутствуют такие нормы, либо они противоречат вот этой Конвенции ООН о правах ребенка, то будут применяться вот эта Конвенция, то есть будут применяться нормы Конвенции, нормы международного права. Каковы же права несовершеннолетних детей? Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, насколько это возможно. Право знать своих родителей, право на их заботу, право на совместное с ними проживание, за исключением случаев, когда это противоречит его интересам. Вот таким образом эта часть статьи 54 Семейного кодекса закрепляет основные права ребенка. Основное, самое главное, основополагающее право ребенка – это его право воспитываться в семье. Ну и, в общем-то, там, где ребенок действительно рожден в семье, как я уже сказала, он желанный и любимый, он воспитывается в семье, и приоритетное воспитание в семье, оно, как говорится, не подлежит никакому сомнению, не подлежит никакому оспариванию. Действительно, ребенку в семье жить, расти и воспитываться – это самые комфортные условия для ребенка, поскольку семья – это лучшая для него среда обитания, это родные и близкие люди, мать и отец, в том случае, конечно, если они не злоупотребляют своими правами родителей и не создают ребенку такие условия, что иногда жить вне семьи ему может быть хуже, чем в семье. Значит, ребенок также имеет право знать своих родителей. Ну, когда ребенок живет в семье там, где оба родители, там понятно, он их знает с рождения, вот мама, вот папа, ребенок как только начинает говорить, первые слова, которые он произносит – мама и папа, и в этом случае тут понятно совершенно, что, в общем-то, он их знает, как говорится, с пеленок. Те случаи, когда родители проживают раздельно, расторгли брак, либо вообще никогда не состояли в браке, тем не менее, ребенок в этом случае имеет право знать и второго родителя. Вот почему на прошлом уроке так подробно мы и говорили о том, каким образом происходит запись об отце ребенка, потому что если мужчина записан отцом ребенка, значит, добровольно или принудительно, или записан отцом ребенка у женщины, не состоящей с ним в браке, то вот этот ребенок, он вправе знать, кто его отец. И это право является для него неотъемлемым. Конечно, когда вот тот случай, когда я вам говорила на прошлом уроке о том, что отец записывается нереальный человек, отцом ребенка записывается, так скажем, номинально, вот в этом случае тут уже, конечно, сложнее, ребенок просто физически не может, как бы такого человека не существует, он просто этого не может знать, но тут уже, как говорится, приходится полагаться на фантазию матери. Мать в этом случае, как правило, всегда желая оградить интересы ребенка, если это нормальная мать, она, как правило, придумает какую-либо достоверную историю, в которой рассказывает, почему вот ребенок не может видеть этого своего отца. Однако знать о нем он все равно должен, потому что это необходимо для полноценного и всестороннего развития этого ребенка. Ребенок имеет право проживать со своими родителями. И опять же ситуация, когда родители проживают вместе, она понятна, она, как говорится, прогнозируема, он проживает с этими родителями в том же месте, где проживают эти родители. Если родители проживают раздельно, то в этом случае родители в добровольном порядке находят какие-либо точки соприкосновения и определяют, с кем из них будет проживать ребенок. Если такого согласия они не достигают, то в этом случае прибегают к помощи органов опеки и попечительства, которые пытаются разрешить этот конфликт. Если такой конфликт не разрешается ни добровольно, ни с участием органов опеки и попечительства, то такой спор распатривается в судебном порядке. Какие еще права имеет несовершеннолетний ребенок? Ребенок имеет право на воспитание своими родителями, обеспечение его интересов, всестороннее развитие, уважение его человеческого достоинства. Ну, в общем-то, если ребенок, опять же, я подчеркиваю, растет и развивается в семье и воспитывается своими родителями, то родители стараются, чтобы он был всесторонне развит, чтобы он учился. Если у него имеются какие-то художественные, допустим, способности, чтобы развивать эти способности всесторонне, также ребенок имеет право на то, чтобы уважали его человеческое достоинство. Причем человеческое достоинство этого ребенка, оно возникает с момента его рождения, и родители должны уважать это человеческое достоинство. Достоинство зачастую, к сожалению, приходится сталкиваться с такими случаями, когда родители воспринимают ребенка не как личность, а как собственную вещь, и тем самым всячески унижают его, оскорбляют вот это его человеческое достоинство, в результате чего дети в этом случае вырастают очень с расстроенной психикой. Дети часто бывают неуверены в себе, у них бывает очень много комплексов, и в дальнейшем их жизнь складывается часто очень неудачно. Часто такие дети встают, бывает, и вот именно из-за этих комплексов, когда их в детстве унижали, уже доказано психологами, часто очень такие дети становятся дальнейшими и преступниками, поскольку компенсируют вот это вот неполученное в семье уважение, унижение, и тоже стараются кого-то унизить, чтобы тем самым свое достоинство, в общем-то, даже иногда не правовыми методами, но все-таки каким-то образом его возвысить. При отсутствии родителей, лишении их родительских прав и в других случаях утрата родительского попечения, право ребенка на воспитание в семье обеспечивается органами опеки и попечительства. Ну, тут следует сказать, что органы опеки и попечительства вообще у нас универсальные органы, в любом случае, как только они узнают о том, что ребенок находится в каком-либо состоянии, которое может повредить его здоровье, его психике, в этом случае органы опеки и попечительства обязаны реагировать, и особенно если родителей нет, так произошло, что родители по каким-либо причинам погибли, там, умерли, я не знаю, просто отсутствуют, может быть, просто уехали, ребенка бросили, оставили, такие случаи тоже, к сожалению, в нашей жизни не бывают, в этом случае органы опеки и попечительства обязаны реагировать, и тогда уже все вот эти процессы по воспитанию, они и по устройству этих детей в дальнейшем ложатся на плечи органов опеки и попечительства. Какими еще правами обладают несовершеннолетние дети? Ребенок имеет право на общение с обоими родителями, бабушкой, дедушкой, братьями, сестрами и другими родственниками. Расторжение брака родителей, признание его недействительным или раздельное проживание родителей не влияет на права ребенка. Тут как бы вот следует разделить два момента, значит, ваши отношения супружеские, как говорится, супружеские отношения родителей и отношения по поводу ребенка. То есть вы можете состоять в браке, можете вообще никогда не состоять в браке, можете прекратить брачные отношения, то есть там расторгнуть этот брак, развестись, либо этот брак может быть признан недействительным, все равно законодатель подчеркивает, что на права ребенка это никоим образом не распространяется, и ребенок имеет право на общение с обоими родителями, как с мамой, так и с папой, независимо от того, вместе папа с мамой проживают или отдельно. И в этом, в законодательстве, такая норма законе введена для того, чтобы ребенок имел полноценное воспитание, как с одной стороны, так и с другой стороны. То есть как от мамы, так и от папы получал какой-то заряд доброты, любви, ласки. И при этом, в общем-то, и другие родственники тоже имеют право, также и те родственники родителя, который проживает отдельно от ребенка, то есть тот родитель, с которым ребенок не проживает, его родственники, то есть его мать-отец по отношению к ребенку, кто является бабушками, дедушками, его там сестры, братья, которые являются дядями и тетями по отношению к этому ребенку, они тоже вправе общаться с этим ребенком, и они вправе претендовать на то, чтобы видеться с этим ребенком, общаться с ним каким-либо образом. Если такое согласие, опять же, не достигается, возникает спор, то этот спор, опять же, решается теми же органами опеки и попечительства. Они устанавливают часы свидания для родителей, проживающих отдельно от ребенка, а также для его родственников, чтобы были определенные часы, когда они имели возможность с этим ребенком видеться. И второй родитель не вправе препятствовать тому, чтобы этот ребенок виделся со вторым родителем, не проживающим с ребенком, а также с его родственниками. Очень неумно поступают те женщины, которые после... Ну, как правило, почему я говорю женщины? Потому что, как правило, у нас ребенок остается после расторжения брака проживать с матерью. Если препятствуют, вот эти женщины поступают неумно, если препятствуют ребенку общению с отцом и с его родственниками. Тем самым они как бы наполовину лишают его вот того, чтобы он мог получить от этих родственников. Я имею в виду здесь не только материальные какие-то блага, которые могут быть... Этими родственниками предоставлены ребенку, хотя это тоже существенно. Но самое главное для маленького ребенка, особенно когда он еще, значит... Ну, еще, в общем-то, не очень, как говорится, знает, что такое материальное благо. Для него главное вот это вот общение, вот это духовное общение со всеми родственниками, в том числе и с родственниками того родителя, который с ним вместе не проживает. В случае раздельного проживания родителей, ребенок имеет право на общение с каждым из них. Ребенок имеет право на общение со своими родителями также в случае их проживания в различных государствах. То есть здесь, независимо от того, где проживает второй родитель, с которым ребенок не проживает, ребенок имеет право на это общение. И даже здесь вот подчеркивается, это, в общем-то, норма, взятая из конвенции, подчеркивается то обстоятельство, что даже если родитель проживает в другой стране, в другом государстве, все равно ребенок имеет право общаться с ним. Ну, вы знаете, для того, чтобы ребенок несовершеннолетний покинул пределы нашего государства, требуется обязательно согласие его родителей. В этом случае тот родитель, который проживает в нашей стране, он должен давать согласие такое, это реально заверенное согласие для того, чтобы ребенок мог покинуть пределы нашей страны. Если отношения между супругами нормальны, то, в общем-то, это происходит, как бы, всегда решается нормальным образом, и в этом случае ребенок, кажется, общается и со вторым своим родителем, который проживает в другом городе, либо в другом государстве. Ребенок, находящийся в экстремальной ситуации, задержание, арест, заключение по стражу, нахождение в лечебном учреждении и другое, имеет право на общение со своими родителями и другими родственниками в порядке, установленным законом. О чем говорит эта норма права? Что если ребенок находится в экстремальной ситуации, то он имеет право на общение с любым из родителей, опять же, подчеркиваю, независимо от того, с кем из них он проживает. В экстремальной ситуации ребенок может оказаться по разным причинам, но у него это право сохраняется, и никто не может препятствовать родителю, который, в общем-то, является его законным представителем и, как бы, законным опекуном, препятствовать в этом. Вот такая ситуация, например, когда в отношении несовершеннолетнего ребенка возбуждается уголовное дело, то обязательно следователь, возбудивший уголовное дело в отношении ребенка, если он совершил преступление, если он, конечно, достиг возраста, которому подвергается уголовному преследованию. У нас это по общим нормам 16 лет, а по определенным видам преступления это с 14 лет. То есть вот если ребенок попадает в такую ситуацию, в отношении его возбуждается уголовное дело, то первое, что должен сделать следователь, это пригласить адвоката. Адвокат тоже будет являться законным представителем этого ребенка, но адвокат, он как бы осуществляет все-таки больше юридическую защиту этого ребенка, то есть оказывает ему юридическую помощь. И в обязательном порядке в этом случае привлекается, как законный представитель, один из родителей этого ребенка, для того, чтобы он тоже со своей стороны мог защитить интересы своего ребенка. И действительно, кто, как не мать или отец, в лучшей степени знают своего ребенка, и в лучшей степени могут, значит, позаботиться о нем. Потому что все-таки адвокат, как бы там ни было, я еще раз говорю, он подчеркиваю, что он осуществляет юридическую защиту, он не является близким человеком, может быть, каких-то особенностей этого ребенка, его психики, его развития, его характера, он не знает. Именно для этого привлекается, значит, родитель. При отсутствии родителей это органы опеки, попечительства, либо если ребенок вот находится в таком положении, что никого, ничего у него нет, то для, в качестве законного представителя, обязательно, наряду с адвокатом, вот в уголовное дело, в частности, привлекается еще, перевлекается еще и педагог. Это в том случае, если нет никого, кто бы мог защитить его, вот не с юридической точки зрения, а именно вот с этой вот психологической, поскольку до совершеннолетия еще не всегда ребенок в состоянии до конца понимать то, что с ним происходит и то, что он совершил. Право ребенка на защиту. Ребенок имеет право на защиту своих прав и законных интересов. Защита прав и законных интересов ребенка осуществляется родителями, лицами, их заменяющими, органами опеки и попечительства, прокурором и судом. Защита законных интересов ребенка в первую очередь возлагается, конечно же, на родителей. Я вот вам сейчас только что говорила о том, когда ребенок попал в такую вот экстремальную ситуацию, то есть совершил преступление, в этом случае обязательно привлечение родителей, но бывают ситуации другие, ну, например, такая ситуация, что кто-то написал завещание, допустим, там, бабушка или дедушка, ну, или кто-то из других родственников написал завещание и свое имущество завещал вот этому ребенку. Но объявляются какие-то другие родственники, которые начинают спорить, возникает гражданско-правовой спор в суде по поводу наследства. Ребенок несовершеннолетний, естественно, сам свои вот эти имущественные интересы защитить не может, поскольку он еще не может являться по делу ни истцом, ни ответчиком. В этом случае вот вступают его родители. Родители, как законные его представители, в его интересах выступают от его имени для того, чтобы защитить в данном случае его имущественные интересы. Вот в этом случае они, значит, выступают в суде либо сами, либо ответчиками, как бы не за свое имущество, не за себя лично, а за интересы ребенка выступают в суде. Несовершеннолетние, признанные в соответствии с законом полностью дееспособным до достижения совершеннолетия, имеют право самостоятельно осуществлять свои права и обязанности, в том числе право на защиту. Ну вот, когда мы с вами говорили о заключении брака и о возрасте, по которому заключается брак, я вам там говорила, что брачный возраст может быть снижен, в частности, он может быть снижен до 16-летнего возраста. Так вот, в том случае, если несовершеннолетние вступают в брак в возрасте 16 лет, то вот они становятся, как бы признаются по закону, это так называемая эмансипация, они признаются по закону наравне с совершеннолетними. И вот если они таким образом, вот в соответствии с законом порядка признаны полностью дееспособными до достижения 18-летнего возраста, то есть и в 16 лет они могут выступить сами в защиту своих интересов, в этом случае не прибегать к помощи родителей. Однако, если они захотят все-таки, несмотря на то, что они являются все-таки, как бы, по закону эмансипированы, то есть по закону, как бы, приравнены к совершеннолетним, но, тем не менее, по сути-то, они все равно не являются несовершеннолетними, совершеннолетними они остаются несовершеннолетними, в этом случае они вправе, если они сами не могут защитить свои интересы, вправе, значит, привлечь своих родителей, как законных представителей, для защиты их интересов. И в этом случае суд не в праве отказать им в этом их праве привлечь своих родителей для защиты их законных интересов, даже если они полностью эмансипированы. Ребенок имеет право на защиту от злоупотреблений со стороны родителей и лиц их заменяющих. Это тоже право ребенка. Если кто-либо злоупотребляет, в отношении детей производят какие-либо злоупотребления, то он имеет право на защиту от злоупотреблений и в том числе на защиту со стороны родителей и лиц их заменяющих. То есть это положение закона говорит о том, что ребенок может быть защищен не только от каких-то злоупотреблений извне, о чем мы только что с вами говорили, но если сами родители злоупотребляют своими родительскими правами или лиц их заменяющие, то есть опекуны, попечители, в этом случае также может быть ребенок может говорить о том, чтобы его вот это вот право было защищено и он был огражден от злоупотреблений со стороны в том числе и собственных родителей. При нарушении прав и законных интересов ребенка, в том числе при невыполнении или ненадлежащем выполнении родителями или одним из них обязанности по воспитанию, образованию ребенка, либо при злоупотреблении родительскими правами, ребенок вправе самостоятельно обратиться за их защитой в органы опеки и попечительства, а по достижении возраста 14 лет в суд. Ну здесь рассматривается та ситуация, когда вот все-таки родители не хотят или не могут по каким-либо причинам сами защитить свои интересы, то в этом случае закон предоставляет такое право самому ребенку. Он может обратиться в органы опеки и попечительства и сказать о злоупотреблениях, которые в отношении его производятся. Причем я подчеркиваю, что это могут быть злоупотребления как со стороны третьих лиц, так и со стороны тех людей, с которыми он проживает. Либо это родители, либо это опекуны, попечители, либо это приемная семья, либо это что-то другое. И в этом случае органы опеки и попечительства обязаны принять меры к тому, чтобы от этих злоупотреблений ребенка оградить. Если ребенок достиг 14-летнего возраста, то закон ему напрямую позволяет самому обратиться в суд, минуя органы опеки и попечительства, но однако в этой ситуации все равно органы опеки и попечительства будут привлечены к участию в суд для защиты интересов вот этого несовершеннолетнего ребенка. Должностные лица, организации и иные граждане, которым станет известно об угрозе жизни или здоровью ребенку, о нарушении ее прав и законных интересов, обязаны сообщить об этом в органы опеки и попечительства, по месту жительства ребенка. Это тоже очень важное положение законом. Вот нам приходится часто слышать вопиющие совершенно случаи, вот совсем недавно, я думаю, что многие смотрели по центральному телевидению случай, когда ребенок у матери, у нерадивой матери, которая там пила и не занималась этим ребенком, когда ребенок на протяжении трех лет воспитывался вместе с собаками, жил в собачьей будке, ел с ними из одной миски и, в общем-то, вырос как маугли. Ходил на четвереньках и, в общем-то, даже не мог говорить в трехлетнем возрасте. Вина матери, конечно, бесспорно, бесспорно существует вина матери, однако здесь вот хочется все-таки сказать о том, что трудно поверить в то, что ребенок жил в будке, это происходило в сельской местности, там, где все люди друг друга знают, и что лица посторонние, которые были рядом, соседи там, кто-то не мог вообще в течение трех лет этого видеть. В такое трудно поверить. Значит, люди просто оказались вот равнодушными к судьбе этого ребенка и довели до такого состояния, что ребенок вот практически уже у него в психике могли бы наступить необратимые процессы, когда он уже бы стал получеловеком, полуживотным. Вовремя смогли заметить вот это обстоятельство. Видимо, кто-то сказал об этом или каким-то образом это было замечено. И ребенок был передан, значит, сначала в больницу, а потом в детский дом, где он, в общем-то, сейчас уже получает нормальное развитие. Конечно, такие случаи выпиющие. И в этом случае, вот это действительно тот случай, когда никто из нас не должен быть равнодушным, потому что ребенок – это человек, который еще не понимает до конца, что с ним происходит. Он сам себя не в силах, не в состоянии защитить. Поэтому здесь обязательно мы должны, увидев такое обстоятельство, что мать плохо обращается с ребенком, там, либо родители плохо обращаются с ребенком, не кормят его, не водят в школу, жестоко с ним обращаются. В первую очередь мы обязаны, те, кто это видит, сообщить в органы опеки и попечительства, для того, чтобы пресечь вот такие злоупотребления в отношении ребенка. При получении таких сведений органы опеки и попечительства обязаны принять необходимые меры по защите законных интересов ребенка. На органы опеки и попечительства возлагается в любом случае такая обязанность, что как только они узнают о том, что такое произошло, они обязаны, первым делом, что они обязаны, это забрать ребенка из такой вот семьи, из такой ситуации. И в зависимости от того, до какой степени как бы все это зашло, если ребенок нуждается в медицинской помощи, значит, в первую очередь поручить его медицинскому учреждению, для того, чтобы его здоровье было восстановлено. Либо, если, значит, ребенок не нуждается в медицинской помощи, то, значит, направить его в детское учреждение, в детский дом, где он будет находиться для того, чтобы в дальнейшем решить его судьбу, каким образом дальше его устроить судьбу. Либо лишать родителей родительских прав, либо передавать этого ребенка куда-то, значит, под опеку, или еще каким-либо образом его устраивать, во всяком случае. Первым делом, что они должны сделать, это срочно изъять его из того места, где ему плохо, где над ним издевается, где он, в общем-то, находится в тяжелом положении, в физическом или, значит, ином другом положении. Ребенок вправе выражать свое мнение при решении в семье любого вопроса, затрагивающего его интересы, а также быть заслуженным в ходе любого судебного или административного разбирательства. Значит, здесь вот как бы предполагается такое, законом предусмотрено такое право, что мнение ребенка, оно должно быть учтено в ходе судебного разбирательства. Причем законодатель устанавливает возраст, при котором это мнение учитывается. Учет мнения ребенка, достигшего возраста 10 лет, обязателен, за исключением случаев, когда это противоречит его интересам. Ну, почему установлен именно такой возраст, именно возраст, именно установлен 10-летний возраст? И этот возраст установлен как бы по мнению педагогов и по мнению медиков, что все-таки к 10-летнему возрасту ребенок достигает такого вот своего психическо-физического развития, когда он может высказывать свое мнение. 10-летний возраст – это тот возраст, когда ребенка в любом случае спрашивают его мнение, и когда решается вопрос о его учебе, когда решается вопрос о дальнейшем воспитании и так далее. Мы об этом будем дальше говорить. И этот возраст тот, с которого у него спрашивают в случае раздельного проживания родителей, с кем из родителей он будет проживать. То есть вот этот 10-летний возраст, он как бы является для него определяющим, и он с этого возраста, мнение ребенка, обязаны выслушать те, кто будет вот с ним контактировать. Мы говорили с вами о том, что... Когда мы говорили с вами о неимущественных правах супругов, мы говорили, что одним из неотъемлемых неимущественных прав супругов при заключении брака является право на фамилию, на имя и так далее. Вот ребенок, он тоже имеет право на фамилию, имя и отчество. Это закреплено законодательством. Законодательно ребенок имеет право на имя, отчество и фамилию. Имя ребенку дается по соглашению родителей, отчество присваивается по имени отца, если иное не предусмотрено законом, субъектами Российской Федерации, либо или основано на национальном обычае. Ну, понятно, имя ребенка, если ребенок проживает в семье, выбирают ему родители. Причем родители вправе выбрать ему любое имя, которое только им заблагорассуется. В настоящее время у нас нет, как вот, допустим, раньше это было в дореволюционной России, когда имена устанавливались только по церковным канонам. И если ребенок рожден в период какого-то там святого, рядом с днем рождения какого-то святого, которое в это время как бы чествуется, то, как правило, ребенку давалось имя этого святого. Сейчас родители могут дать даже то имя, которое не установлено в святцах, то есть вот нет в церковных книгах, любое придуманное имя, любое составное имя. Однако родители, давая имя ребенку, должны все-таки думать о том, что этот ребенок с этим именем будет, в общем-то, жить всю оставшуюся жизнь. Хотя право поменять имя у него и существует, но тем не менее на протяжении длительного времени он может быть с этим именем, поэтому все-таки выбирая имя, вы определите, чтобы это имя было, во-первых, благозвучным, во-вторых, чтобы оно сочеталось с отчеством, поскольку отчество дается на основании отчества того лица, имени, вернее, того отца, кто записан отцом ребенка. Что касается фамилии, то она дается, если супруги в браке и общие, то она дается по общей фамилии этих родителей. И об этом законодатель говорит. Фамилия ребенка определяется фамилией родителей. При разных фамилиях родителей ребенку присваивается фамилия отца или фамилия матери по соглашению родителей. А если иное не предусмотрено, не предусмотрено. Если иное не предусмотрено, законами субъектов Российской Федерации. Здесь дважды ссылка в статье идет на субъекты Российской Федерации, потому что в ряде субъектов Российской Федерации у нас, вы знаете, может не присваиваться отчество. То есть ребенок может носить только имя и фамилию. Но вот у нас отчество – это обязательный компонент, поэтому присваивается. У некоторых народов отчество не присваивается, поэтому органы местного самоуправления могут устанавливать такой порядок. Так же иное в отношении фамилии может быть предусмотрено и в отношении фамилии. Однако общее положение здесь такое, что если общая фамилия, то ребенок носит фамилию этих родителей. Если фамилия различная, то уже тут родители сами между собой договариваются, какую фамилию они дадут этому своему ребенку. При отсутствии соглашения между родителями относительно имени, фамилии ребенка возникшие разногласия разрешаются органами опеки и попечительства. Если отцовство не установлено, имя ребенка дается по указанию матери, отчество присваивается по имени лица, записанного в качестве отца ребенка. А фамилия в этом случае по фамилии матери. То есть здесь как бы два таких положения. Если они достигли соглашения, то опять же вмешаются органы опеки и попечительства, и они устанавливают, каково будет имя, фамилия ребенка. Ну, из тех, которые, конечно, предлагают родители. Если мать не состоит в браке, и отцовство в отношении этого ребенка не установлено, как я вам говорила, отец чисто номинальный, то в этом случае мать определяет имя этому ребенку, фамилия, естественно, присваивается матери, а отчество будет ему присвоено по имени лица, того лица, который записан в свидетельстве о рождении у него отцом. Даже если это лицо, повторяю, номинально. То есть это в этом случае отчество ему будет дано и присвоено. Законодательство также допускает изменение имени и фамилии ребенка. По совместной просьбе родителей, до достижения ребенка возраста 14 лет, орган опеки и попечительства, исходя из интересов ребенка, вправе разрешить изменить имя ребенку, а также изменить присвоенную ему фамилию на фамилию другого родителя. Но это происходит в том случае, если родители, допустим, дали неблагозвучное имя, потом пришли к выводу, что все-таки ребенку стоит это им поменять. В этом случае, если они оба пришли к обоюдному согласию, орган опеки и попечительства выносит такое решение, имя ребенку меняется. Таким же образом, это может все происходить до 14-летнего возраста. Почему законодательством установлено 14-летний возраст? Потому что после 14 лет ребенку выдается паспорт, то, в общем, получив паспорт, ребенок уже сам может эти вопросы решать самостоятельно. Если родители проживают раздельно, и родитель, с которым проживает ребенок, желает присвоить ему свою фамилию, орган опеки и попечительства решает этот вопрос в зависимости от интересов ребенка и с учетом мнения другого родителя. Учет мнения родителей необязателен при невозможности установления его местонахождения, лишении его родительских прав, признание недееспособным, а также в случае уклонения родителей без уважительной причины от воспитания и содержания ребенка. Ну, здесь ситуация такая, как правило, возникает, если женщина, оставшаяся после расторжения брака, допустим, с ребенком, выходит второй раз замшу, меняет фамилию на фамилию второго мужа, иногда возникает необходимость, чтобы вот этот ребенок носил общую у них, их с мужем, фамилию. В этом случае фамилия ребенка может быть изменена, причем имя-отчество остается прежним, и если фамилия будет изменена, в данном случае, на фамилию отчима, то он не становится, то есть это не означает, что он его усыновил, просто он будет носить его фамилию, при этом он остается ребенком вот того отца, который записан у него в связи с рождением в качестве отца-ребенка. Но согласие этого отца, настоящего биологического отца в этом случае, оно обязательно, и об этом говорится в законе. Если ребенок рожден от лиц, не состоящих в браке между собой, и отцовство в законном порядке не установлено, орган опеки и попечительства, исходя из интересов ребенка, вправе разрешить изменить его фамилию на фамилию матери, которую она носит в момент обращения с такой просьбой. Ну, то есть тут понятная ситуация, значит, опять же, та же ситуация, вышла второй раз замуж, и желают, чтобы муж дал фамилию ребенку, который у нее имеется. И в этом случае, поскольку он отсутствует, то можно, как говорится, без его согласия, либо если его местонахождение неизвестно, либо если он лишен родительских прав. То в этом случае согласие такого второго родителя не требуется, а достаточно только желание матери, и согласие того лица, с которым она проживает, дать согласие на изменение этой фамилии. Изменение имени или фамилии ребенка, достигшего возраста 10 лет, может быть произведено только с его согласия. Вот опять мы возвращаемся к этому вопросу, и говорим о том, что 10-летний возраст здесь является определяющим. И ребенок здесь уже сам решает. Родители, да, вы решили поменять мне фамилию, но я не хочу. И органы опеки и попечительства, если ребенок достиг 10-летнего возраста, в первую очередь будет спрашивать у ребенка, а желаешь ли ты, чтобы твоя фамилия была изменена? Если он этого не желает, никто эту фамилию не поменяет. Имущественные права ребенка. Ребенок имеет право на получение содержания от своих родителей и других членов семьи. Значит, содержание от своих родителей имеет ребенок, как рожденный в браке, я повторяю, как и тот ребенок, в отношении которого отцовство установлено в добровольном либо судебном порядке. То есть, что такое содержание? Содержание в установленном законном порядке. То есть, либо это алиментное содержание, либо это предоставление каких-то денег по добровольному соглашению между родителями. Однако, это содержание ребенок имеет право получать от своих родителей. Он имеет получать такое содержание также и от других членов семьи, в частности, от бабушек, дедушек, дядь, теть, если они пожелают предоставить такое содержание и таким образом участвовать в воспитании ребенка. Суммы, причитающиеся ребенку в качестве алиментов, пенсий, пособий, поступающие в распоряжение родителей, лиц их заменяющих, расходуются ими на содержание, воспитание и образование ребенка. Суд по требованию родителя, обязанного уплачивать алименты на несовершеннолетних детей, вправе вынести решение о перечислении не более 50% суммы алиментов, подлежащих выплате на лицевой счет, открытый на имя несовершеннолетних детей в банках. Здесь речь идет об алиментных обязательствах. И часто бывает, что алименты достаточно значительные, те, которые выплачивает второй родитель, не проживающий с ребенком. Поэтому он вправе потребовать того, чтобы часть алиментов все-таки засчитывалась на счет ребенка, с тем, чтобы этот ребенок в дальнейшем смог сам распоряжаться этими деньгами, потому что часто бывает, что алименты бывают достаточно значительными, и на них проживает и бывшая жена там, или не жена, но мать этого ребенка, что не очень устраивает то лицо, которое выплачивает эти алименты. Ребенок также имеет право, насос имеет право собственности на доходы, полученные им имущество в дар или в порядке наследования, а также на любое другое имущество, приобретенное им на свои средства. Ребенок не имеет права собственности на имущество родителей, родители не имеют права собственности, но на имущество ребенка. Вот это те положения, которые как бы четко, эти положения закона четко разграничивают имущество родителей, это имущество родителей, они сами им распоряжаются, однако ребенок вправе иметь и свое имущество. Это имущество, как говорится в законе, может быть им получено в дар от каких-то других членов семьи, или может быть даже и не от родственников, либо по наследованию. В этом случае это имущество будет его личным, и тут родители не имеют права распоряжаться этим имуществом по своему усмотрению. Если ребенок достиг возраста 10 лет, то они вправе расходовать это имущество только на него, но в этом случае они обязаны спрашивать его о том, можно ли таким образом потратить вот это его имущество, которое принадлежит лично ему. Дети и родители, проживающие совместно, могут владеть, пользоваться, распоряжаться имуществом друг друга по взаимному согласию. В случае возникновения права общей собственности родителей детей, их право владения и пользования и распоряжения ему общим имуществом определяется гражданским законодательством. Здесь речь идет о том, что если ребенок проживает совместно в семье, с родителями в семье, то тут как бы изначально устанавливается такое положение закона о том, что все имущество, которое имеется в семье, если им пользуются родители, им пользуются дети, то все это происходит по взаимному согласию этих родителей и этого ребенка. То есть изначально предполагается презумпция того, что все члены семьи на это согласны. Это так же, как и при общем, то же положение, о котором я вам говорила, при общем совместном имуществе супругов. Однако все стороны, как дети, так и родители, все-таки должны это имущество использовать разумно. И если это имущество непосредственно принадлежит ребенку, то в большей степени оно должно быть применяться, расходоваться как бы на образование, воспитание этого ребенка. И родители не должны в этом случае злоупотреблять имущественными положениями своего ребенка. Если такое положение, если так и такое произойдет, если это случится, то вот в этом случае либо органы опеки и попечительства, либо сам ребенок, как я вам говорила, по достижении 14-летнего возраста вправе обратиться за защитой своих прав, в том числе и имущественных прав, в судебные органы, и законодатель дает ему возможность таким образом защитить свои права. Вот это то, что я вам хотела на сегодняшний момент поведать о правах ребенка. Подчеркиваю, у ребенка законодательство имеется только права и нет обязанностей. На сегодня время нашего урока истекло. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.